Здравствуйте! В эфире Футбол России. Меня зовут Стас Редикольцев и в ближайшие полчаса обсуждаем второй тур российской премьер-лиги. Зенит на старте сезона играет мускулами и вторую подряд встречу выигрывает со счетом 4-0. На этот раз под горячую руку чемпиона попал Рубин, казанская команда, исторически неудобный для петербуржцев соперник, освежающий в памяти победа Рубина в апреле этого года, причем в Петербурге. Однако в Казани сини-белоголубые не заметили соперника. Бразильские легионеры Зенита раскрутили эффектную карусель в атаке, а точку в ней поставил Максим Глушенков и этим мячом поздравил маму с днем рождения. Еще до перерыва Кассиера с пенальти сделал счет 0-2. Во втором тайме Педро и Изидор установили окончательный результат встречи 4-0 в пользу команды Симака. Чемпион стартовал с двух убедительных побед с внушительной разницей забитых и пропущенных мячей 8-0. Московская «Динамо» пристала к «Зениту», также добившись стопроцентного результата на старте сезона. Москвичи стали единственной командой в туре, одержавшей домашнюю победу над «Локомотивом» 3-1. На первом столичном дерби сезона побывала и наша съемочная группа. Дерби есть дерби и аудитория собралась приличная. Больше 15 тысяч зрителей. Ложи «Динамовского стадиона» заполнены звездными гостями. Составы «Динамо» и «Локомотива» на фоне этого бомонда выглядят куда скромнее. Но если железнодорожники сознательно расстались с лидерами команды в межсезонье, то ставка на молодежь «Белоголубых» вынужденная. Понятно, это для нас молодых шанс в такой важный матч, в принципе, дерби первое в сезоне. Поэтому проявили свои лучшие качества. Надеюсь, все довольны. Марцел Личко недосчитался перед игрой семи футболистов южноамериканских легионеров и удаленного в первом туре Даниила Фомина. Для московского «Динамо» новый сезон российской премьер-лиги стартовал эмоционально. Игрок «Факела» удаленный чуть не разнес всю под трибунку, поэтому перед игрой с московским «Локомотивом» здесь повесили грушу. Сейчас проверим, выдерживает ли удар. Справляется, молодец. Разбитые Сергеем Брызгаловым лампочки РФС оценил в 50 тысяч рублей. Впрочем, грушу околачивали в этот вечер только журналисты. Футболисты всю страсть на радость публики решили выплеснуть на поле. «Локомотив» резво начинает встречу опасными атаками, предлагая играть с открытым забралом. «Динамо» не против и, выдержав стартовый натиск, гостей зарабатывает штрафной у ворот Ильи Лантратова. Брошенный всеми в опасной зоне Лука Гогнидзе ввинчивает гол красавец в дальнюю девятку ворот. Первый мяч за клуб памятен, а такой никогда не забыть. Еще до передачи я решил, что буду бить. Я не тренировал подобные удары, но получилось хорошо. Я не слышал, как мяч влетает в ворота, но увидел реакцию людей на трибунах и понял, что это гол. Жарко. Пространство за воротами быстро обрастает бутылками с водой. В каждой паузе футболисты стремятся освежиться, а тренеры используют их как микротайм-ауты. Забитый «Динамо» мяч как будто бы вывел из равновесия Марцела Личку. Специалист стал взволнован, успокаивая себя приемом Марцела Бьелсы, то и дело усаживаясь на корточки. «Локомотив» же пытается уложить «Динамо» на лопатки. Хозяев поля выручает Андрей Лунев. Пока главное усиление белоголубых этого лета – опытный вратарь с чемпионской закалкой. Затем в игру вступает Перекладина. В конце первого тайма Сергей Пеняев пробегает полполя и катит на Дмитрия Воробьева. 1-1 новый форвард красно-зеленых забивает во второй игре подряд. После перерыва «Локомотив» атакует еще яростнее. Снова непробиваемый Лунев и каркас ворот. Первые минут 10, наверное, они нас поджали очень неплохо. Но, как говорится, не забиваешь ты, забиваю тебе. Поэтому хорошо, что забили мы. Тяжелая игра получилась. «Локомотив» – команда шустренькая, активная, но хорошо, мы забили больше. В контратаке Константин Кюкавин падает в штрафной «Локомотива». Сергей Карасев совещается с видеопомощниками. Но вместо пенальти – более безопасный стандарт – угловой. Впрочем, и его «Динамо» оборачивает голом. Милан Майсторович переводит мяч в сетку ворот. О том, что это была за борьба, говорит выбитый в ней зуб защитника «Динамо» Ивана Лепскова. Это «Динамо» – все такое же разудалое, как и в прошлом сезоне, но куда более уверенное в себе. Празднуя гол, Константин Кюкавин дразнит футболистов «Локомотива». У нас есть сила, чтобы победить всех в чемпионате России. Вы видели прошлый сезон? Ведь мы почти стали чемпионами. Но это футбол, мы усердно тренировались, и сейчас мы еще сильнее. «Динамо», почувствовав кровь, бежит добивать соперника. Железнодорожников до поры до времени спасает Лантратов. В свои любимые последние «Му-минуты» игры Нгамалё забивает третий «Динамовский гол» под бело-голубым московским небом. «Мы не реализовали свои моменты, а не реализовали. Вот и все». «Ну, план работал же на игру, насколько я понимаю». «Да, работал. Создавали моменты, играли они хорошо, но потеряли концентрацию и спасили два нелепеших гола, я считаю». В свой новый футбольный век «Динамо» врывается с двух уверенных и красивых побед на старте сезона. Сезона новой надежды, основанной теперь не только на вечной болельщицкой вере. «Кавказ» не по зубам Краснодару. После ничей 1-1 с Ахматом в первом туре серебряный призер прошлого чемпионата страны на своем поле принимал дебютанта РПЛ «Махачкалинская Динамо». После финального свистка на табло горели нули. Сенсационная безголевая ничья. «Скажу так, это Динамо-Махачкала, детка!» Быки вынуждены были обходиться без помощи своего бомбардира Джона Кордобы, который только накануне матча прибыл из расположения сборной Колумбии и его в стартовом составе снова замещал Федор Смолов. Однако к голу в первом тайме были гости ближе. Главный тренер хозяев поля Мурат Мусаев еще до перерыва пытался заменами перестроить игру команды в атаке, но это не помогло. После встречи Мусаев раскритиковал футболистов в раздевалке. Отметим смелость клуба, опубликовавшего видео. Чтобы болельщики выражают своими удовольствиями, они абсолютно правы. Не имеем права играть в такой футбол. Большая премьера состоялась в Воронеже. Местный факел переехал на новенький стадион с искусственным газоном. Первый матч на уютной 10-тысячной арене собрал аншлаг. Полные трибуны, естественно, хором спели один из хитов группы «Сектор Газа». Тем более, что открытие символично совпало с днем рождения музыканта Юрия Хоя. Футболистов факела в матче против дебютанта элиты российского футбола Тольяттинского «Акрона» захлестнули эмоции. В первом тайме команда Игоря Черевченко осталась в меньшинстве. За опасный фол был удален Евгений Марков. После перерыва «Акрон» воспользовался численным преимуществом. Дебютант владел инициативой и довел дело до уверенной победы. 2-0. Исторический первый гол на новом стадионе «Факела» забил Иван Тимошенко. Ассалт Мурат Бакаев установил окончательный результат матча. Музыкальный вечер в Воронеже продолжали уже другие исполнители. Есть первая победа «Акрона» в премьер-лиге. И сломай, седая ночь, и только ей заверяю я. Стоять, седая ночь, и всем о Италии. Чудом спасшийся от вылета в стыковых матчах Нижний Новгород на своем поле принимал ЦСКА. Армейский клуб готовится к отъезду Федора Чалова в греческий паук. А потому место центр форварда в старте занял Тамерлан Мусаев. Нападающий красиво обработал мяч и неотразимо пробил слета поворотом нижегородцев уже на 15-й минуте. Свой второй голевой момент москвичи использовали после перерыва. Роша после навеса Облякова со штрафного скинул мяч на игре Дивеева. И защитник отпраздновал юбилейный 150-й матч. За ЦСКА голом. Уйти от разгрома команда Саши Ильича не смогла. Круговой обокрал защитника на фланге и выкатил мяч Ивану Облякову. 3-0 победа ЦСКА. Нижний в двух матчах пропустил семь мячей. Вопреки озвученной руководством клуба задачи попасть в десятку лучших команд по итогам сезона, пока выглядит главным претендентом на вылет. Семь голов в двух стартовых турах чемпионата пропустили и Крылья Советов. В Самаре Крылья и Ростов выдали матч-спектакль. Росыпь голевых моментов у ворот обеих команд, но первый мяч в игре автогол красавец капитана хозяев поля Александра Салдатенкова. Следом свою бывшую команду огорчил нападающий с забивной фамилией Егор Галенков, но праздновать забитый мяч не стал. Один гол отыграл аргентинский легионер Самарцев Франко Роско, однако Андрей Лангович быстро восстановил разницу в счете 3-1 победа команды Валерия Карпина, а следующий матч у Крыльев пропустит Роман Евгеньев, удаленный с поля в концовке матча. Праздник на Спартаковскую улицу пришел в Подмосковье. Новичок красно-белый Хрисекель Барко ярко дебютировал в составе москвичей, а за первой победой в России тренера Дэна Станковича наблюдал мой коллега Данила Махалин. На арене Химки рядом с ней не так часто увидишь россыпь болельщиков или что-то близкое к Аншлагу. Обычно с этим помогает Спартак, который проезжает на тот или иной стадион или в другой город. Этот случай не исключение. Спартак проиграл пока матч первого тура и приехал исправляться на самую большую футбольную арену Подмосковья. Прессу продолжает интересовать персона главного тренера Спартака Дэна Станковича. Как игрок он стал мировой звездой, как тренер по факту делает первые шаги. Взяв золото чемпионата Сербии и Венгрии, он приехал в Москву, но сезон начался негладко. Спартак проиграл первый матч чемпионата и пусть еще не официально, но практически потерял основного форварда Александра Соболева, который в шаге от перехода в зенит. По Соболеву клуб уже сделал официальное заявление. Я ничего говорить от себя не буду. Я рад, что забил у Гальда, который очень давно этого не делал. Но время у Гальда в этом матче пришло не сразу. В первом тайме он не реализовал выход один на один. По традиции последних лет, московский Спартак любит летом заметно обновить свой состав, что впоследствии не гарантирует итогового успеха, особенно на дистанции. Вот и сейчас аргентинский атакующий полузащитник Исикель Барко проводит свой первый матч за московскую команду. Ну на то он и первый. Нужно проявлять себя и действительно все почти атаки строятся через него. Он опасно бьет издали и даже в одном моменте угодил штангу с близкого расстояния. Химки, казалось бы, наказали за такую расточительность, но судья Василий Казарцев отменил гол Лукаса Веры из-за нарушения Антона Заболотного в центре поля против Наиля Умярова. А в концовке тайма, в очередной раз подбежав к монитору, арбитр назначил пенальти за снос Угальды, но Тео Бангонда не переиграл вратаря Игоря Обухова. Обидно, что в целом проиграли, а что касаемо пенальти, просто наугад прыгал. В этот раз удача была на моей стороне. Пока в этом чемпионате на 11-метровых ворота Химок заколдованы. За два первых матча было назначено три пенальти и не забито ни одного. В первом туре это сделали два раза Химки, теперь Спартак. Кульминация случилась в начале второй половины, когда Барко решил пробить штрафной и попал точно в девятку. Обухов здесь уже не помог. Спартак забил со штрафного впервые за 1228 дней. С марта 21-го года, когда это делал еще Джордан Ларсон. Буквально за несколько минут я понял, как хорошо может играть Барко и что против него будет трудно. Не удивлен, что именно он сделал разницу. Жаль, что не удалось ничем ответить. Будем работать, время еще есть. Какое послевкусие общее осталось? Хорошо, что выиграли. После плохой игры в Оренбурге, да, хорошо, что выиграли. Достаточно уверенно, я скажу. Ну, сегодня так новички ярко вписались. То, что нам и не хватало в атаке, да, агрессии. Человек, который делает разницу, да, я надеюсь, что он продолжит так же помогать нам именно в атаке, да. Надеюсь, продолжит так же забивать. Спустя несколько минут после первого гола Спартак забивает еще один прострел Тео Бангонда. И Мамфред Угальда забивает свой первый мяч в чемпионатах России. Коста-риканцу, купленному из голландского Твента за 13 миллионов евро, понадобилось для этого 14 матчей в чемпионате. И это худший показатель для форвардов-новичков за всю историю Спартака. На этом красно-белые не остановились и забили еще. Бабич удачно подставил ногу на угловом и довел счет до крупного. Почему два разных тайма получилось? Ну, не знаю, может быть, у нас силенок было побольше, да. Плюс штрафной, который мы забили, он нам помог, раскрепостился. Мы раскрепостились, и хемки пошли вперед, соответственно. Вот были зоны для моментов, и мы, в принципе, забили два таких быстрого гола. В самой концовке на поле вышел бывший спартаковец, 37-летний Денис Глушаков, который успел разогнать голевую атаку. Магомедов установил окончательный счет 3-1 победа Спартака. Трафной барк он раскрепостил немножко? Да, мы и так были во втором тайме уже больше, наверное, раскрепощены. Чувствовали, что соперник подсел. Не хватало, наверное, может быть, сил в переходных вазах. Ну, так чувствовалось, не знаю. И усиливали давление, и получилось забить несколько мячей. Очень важная победа. Особенно после матча в Оренбурге. Но сегодня был другой футбол, другая борьба, другой подход, будто другая команда. Чему я очень рад. Значит, сделаны правильные выводы. Надо закрепить такое состояние и такой настрой. Оренбург, стартовавший в чемпионате с красивой победой над Спартаком, не смог забить Ахмату во втором туре. Оренбуржцы нанесли 25 ударов по воротам соперника. Правда, в створ пробили только пять раз. Но голов в этой встрече зрители так и не увидели. 0-0. Грозненцы во втором матче к ряду играют в ничью. Гостем нашей программы на этой неделе стал заслуженный тренер России Мирослав Ромащенко. Многие годы входивший в тренерский штаб Станислава Черчесова. А после он возглавлял грозненский Ахмат. О самом важном и интересном в российском футболе на старте сезона со специалистом поговорил мой коллега Илья Казаков. О предложениях. Вы после ухода Ахмата взяли, как говорят тренеры, в такой ситуации творческую паузу. Когда закончится, куда хочется, о чем думаете? Хочется, как можно скорее вернуться к самостоятельной работе. Потому что не хочется, чтобы пауза была слишком большой и длительной. Не скрою, что был интерес с востока. И мы пообщались даже немножко, но все уперлось, скажем так, в незнание английского языка. Поэтому все пока приостановилось. Но надеюсь, что в скором времени будут еще предложения. Если сейчас пауза, если вы не поехали на Ближний Восток и пока не имеете предложения от одного из российских клубов, наверное, вы в большом количестве смотрите наш чемпионат. В чем отличие первых матчей от последних матчей прошлого сезона, если оно есть? А в чем самые любопытные тенденции, на ваш взгляд? Ну, если взять старт этого сезона и первое проанализировать два тура, то, допустим, очень видна и заметна разница, допустим, по игре команд в контрпрессинге. Это очень хорошо видно, допустим, на примере матчей Ростова, которые очень хорошо этими элементами игры пользуются. Мы видели это во вчерашнем матче Динамо Махачкалы, который играл в Краснодаре. Поэтому многие клубы этим элементом пользуются и достаточно, скажем так, неплохо. И это прям разница, которая видна по сравнению с концовкой предыдущего чемпионата. «Зенит». Этот «Зенит», который выносит всех в одну калитку, и тот «Зенит», который вроде бы натужно заканчивал прошлый сезон, да и шел по уходу, но все равно выиграл все три трофея. Вот в чем такая разница? Ведь не только в Глушенкове. Что-то еще произошло? Я думаю, что здесь это все благодаря тренерскому штабу, который правильно выстроил подготовку команды к сезону. Вот это первое. Ну и плюс, наверное, не будем забывать, что мы не можем не упомянуть Глушенкова, который пришел в эту команду и добавил, наверное, каких-то определенных красок. Вот. И это тоже мы не можем не замечать. Самый распространенный тезис про Глушенкова, он играет точно так же, как в «Локомотиве», просто партнеры другие. Вот так это или не так, на ваш взгляд? Я думаю, что отчасти да. Вот. Потому что уровень игроков, которые есть в «Зените», он очень высокого класса игроки. Вот. И, соответственно, взаимопонимание они нашли очень-очень быстро. Вот. И это не только сказывается в забитых мячах Глушенковым, но и в скорости принятия решений, которые мы видим. Вот. Потому что очень много моментов, когда скорость реакции настолько быстрая у Бенделла и компании в связке с Глушенковым, что это все трансформируется в голевые, либо в предголевые моменты. Вот. Это первое. И второе. Давайте не забывать, что, по мне, на мой взгляд, наверное, и сам футбольный интеллект у Глушенкова очень высокого качества. Николай Писарев, один из помощников Валерия Карпина по национальной сборной, сказал, что никакого конфликта с тренерским штабом у Глушенкова нет, потому что такой слух появился не так давно, и что на ближайший сбор должен «Зенитовец» оказаться среди тех кандидатов, которые приедут в Новогорск. Карпин, если мы помним, ранее сказал, что у Глушенкова нет сборной, потому что ему надо прибавлять во всем. Вот в чем, на ваш взгляд, Глушенкова надо прибавлять, если вы с этой точки зрения согласны? Ну, я глубоко не анализировал игру Глушенкова, но если, допустим, брать какие-то вещи, допустим, по переходным фазам, допустим, из атаки в оборону, может быть, в этом компоненте нужно будет прибавлять. Для того, чтобы ответить четко и конкретно, наверное, нужно было больше за ним следить. Но могу сказать, что в любом случае парень он очень умный, и я думаю, что работая под руководством Симака и находясь рядом вот с такими партнерами, решая самые высокие задачи, ты волей-неволей будешь делать какие-то поправки в своей игре, для того, чтобы улучшить ее, стабилизировать, и выйти на определенный новый уровень. «Зенит» и «Динамо» возглавили турнирную таблицу, пройдя два тура без потерь, в отличие от других команд. Если в случае «Зенита» это было, наверное, предсказуемо, то «Динамо» в хорошем смысле удивило. Я знаю, что в клубе крайне болезненно восприняли концовку прошлого сезона. То, что «Золото» был так рядом, поманило, но в руки не пришло. И, на ваш взгляд, вот за это время «Динамо» уже переварило, ту неудачу правильно переварило, забыло и идет дальше? Я думаю, да, потому что был определенно наверняка сделан анализ не только тренерским штабом, но и руководством команды, и самими игроками. Вот если мы вспомним начало прошлого сезона, где была озвучена перед командой задача именно бороться за чемпионство, то мало кто верил, наверное, даже из числа самих игроков, в то, что это возможно. Вот по концовке они видели, что «Птица счастья» была настолько близко, что, наверное, растерялись от такой возможности, да, схватить ее, вот эту удачу за хвост, вот. И, соответственно, я думаю, что футболисты стали мудрее, взрослее, вот. И плюс, мне кажется, что у них осталась именно вот эта вот легкость игры, которая была присуща этой команде во второй части, скажем так, концовки чемпионата. Она прям по наитию перешла, плавно перетекла и в начало этого сезона. И поэтому мы видим, что не особо сказывается, как минимум, по результату в первых двух матчах качество игры. «Динамо» играет без «Тюкавина». Ну, конечно, он на поле есть, но внимание к нему, как к лучшему игроку прошлого сезона, и на матч с «Локомотивом» Константин вышел с капитанской повязкой совершенно иное. И если в том году очень много в том сезоне говорили о «Тюкавинозависимости», то есть сейчас мы видим, что «Динамо» научилась забивать без него. Вот как, да, почему, что происходит? Давайте не забывать, что прошло только всего лишь два тора. Я думаю, что у «Тюкавина» все матчи и голы, все лучшие матчи и голы, соответственно, еще впереди. Сезон длинный. Другое дело, что мы видим, что сейчас в отсутствие каких-то, наверное, скажем так, моментов при игре в атакующем построении, он немножко больше задействован в каких-то других моментах. Это и оттягивает игроков обороны в другие зоны, и вытаскивает их, и освобождает для своих партнеров, вот эти делы, так называемые вертикальные коридоры. Ну и плюс, вот что бросилось в глаза, что все-таки он стал больше работать и на оборонах. Поэтому я думаю, что голы еще будут, но нельзя не отметить и тот момент, что и соперники сейчас будут немножко по-другому к нему относиться. Как соперники будут относиться теперь к московскому «Локомотиву»? Команда проиграла, ну или не выиграла, семь последних матчей у земляков российской премьер-лиги, у других московских клубов. И учитывая расставание с теми футболистами, кто был лидер, кто был индивидуален, все дальше складывается сильнее ощущение, что «Локомотив» как-то вот сам себя понижает в задаче, в качестве, вопреки тому, что официально звучит из «Черкизу». Ну мы видим, что строится новая команда, и «Голоктионов» пытается нащупать какой-то баланс, который был бы оптимален для команды. Понятно, что за такое короткое время очень сложно выстроить по-новому какую-то атакующую модель игры. Потому что, хочешь не хочешь, когда уходят лидеры, это сказывается на команде. Вот отсюда мы видим и, допустим, те изменения, которые в двух матчах происходили. Это и разные системы игры, и в пять защитников, и в четыре, которые было с «Динамо». На все нужно время, но понятно, что без, скажем так, трансферов, которые усилят команду, особенно в атакующий ее потенциал, конечно, «Локомотив» будет очень сложно по дистанции. «Спартак», да, вот мы произнесли опосредственно через «Локомотив» название этого клуба. Как вам «Спартак»? Как вам «Станкович»? Спрашиваю, потому что все равно воспоминания Ференцваржи, где выигрывали чемпионаты, Кубок России, откуда «Станкович» приехал в Россию, они существуют, никуда от этого не дятся. Адаптация, да, вот что происходит с «Станковичем» в России, на ваш взгляд? Я думаю, что он знакомится еще и с командой, в первую очередь, и с возможностями игроков. Вот, потому что я думаю, что ожидания были немножко другие после чемпионата Венгрии. Здесь совершенно иная реальность. Вот, и судя по первым двум матчам, могу предположить, не зная всех тонкостей деталей, могу предположить, что знакомство продолжится, и я думаю, что команду «Станковича» плюс-минус мы можем только увидеть, наверное, тура после пятого. Пруцев, Литвинов и Зиньковский. У «Станковича» не игроки стартового состава. Вот, на ваш взгляд, опять же, в чужую голову не залезть, но почему так произошло? Потому что Литвинова в нем видели, возможно, будущего капитана Спартака, Пруцев провел весну великолепно, и Зиньковский – это тот игрок, который, наверное, выходя в старте, дает больше качества, чем когда он выходит со скамейки запасных. Ну, у каждого тренера свой взгляд на определенные какие-то моменты и вещи при построительстве команды, либо каких-то взаимодействий атакующих, либо оборонительных. Это первое. Второе момент. Давайте не будем забывать, что если отталкиваться от первой игры и второй, допустим, Спартака в Оренбурге и с Химками, то мы видим достаточное количество изменений, которые были уже сделаны «Станковичем». Наверное, это опять же нас отсылает к тем мыслям, что мы можем предположить, что то, что видит тренер на тренировочном поле, таким образом и выстраивает состав. И, соответственно, продолжается знакомство именно через вот эти вот игры. И третий момент. Ну, тот же Литвинов, по-моему, если не ошибаюсь, и в концовке прошлого чемпионата какие-то испытывали... У него была небольшая травма, да? Да, связанная с травмами. Поэтому, может быть, с этим тоже что-то связано. Но я думаю, еще раз говорю, мое мнение, что это качественные игроки, которые, к тому же россияне, вот, я думаю, что, опять же, к пятому-шестому туру, я думаю, что мы увидим совершенно иной «Спартак» и с другими исполнителями в составе. Джеки и Дзюба. Люди, которые были капитанами в национальной сборной, которые сейчас стали без клубов. На наш взгляд, что может произойти с ними дальше, вот в ближайшее время? Это харизматичные игроки. Это люди, которые делали наш чемпионат ярким. Вот, несмотря на то, что это разные позиции, тем не менее, это высококлассные футболисты. Вот, и по мне, конечно, бы очень хотелось, чтобы и Джеки и Дзюба продолжили карьеру именно в чемпионате России. Вот, я буду надеяться на то, что в скором времени мы их увидим, потому что Дзюба точно не сказал еще своего последнего слова. У него есть все для того, чтобы быть таким же ярким в новой команде и приносить пользу своей команде новой. Ну, вот так говорите, Мирослав, но, опять же, мы помним Дзюбу прошлого сезона в «Локомотиве», когда, условно, да, если команда доставляла мяч в штрафную, то Артем был заметен. Если действие происходило за пределами штрафной площади соперников, было видно, что Артем, он не ускоряется, не прессингует, да, он совершенно в другом темпе. Вот он востребован, может быть, в современном футболе сегодня? Я думаю, да. Я думаю, да. Еще раз повторюсь, что Артем не сказал своего еще последнего слова. У него, безусловно, есть, так сказать, пора в параховницах. Что Артему нужно? Артему нужны эмоции для всего вот этого, о чем мы сейчас говорим. Вот, и он должен чувствовать себя лидером. Вот, я думаю, что у нас есть ряд команд, в которых бы Дзюба сверкал и был ярок. Вот, я не сомневаюсь в нем. Равно, как и в Георгии Джики, вот, который своей харизматичностью добавил бы и огня, вот, надежности и мощи тоже в ряд командах, вот, своим присутствием. Если мы говорим о ветеранах, вам понятно решение Краснодара, зачем команда берет Смолова и Газинского, возвращает назад своих бывших футболистов, которые уже, ну, в довольно зрелом возрасте? Ну, я могу только предположить. И, насколько я понимаю, в Краснодаре только один кордоба из группы атаки. И, соответственно, это тяжело. Постоянно вызываться, ездить в свою национальную сборную и играть здесь на два фронта, и чемпионат страны, и кубок страны. Вот, задача команды высокая, поэтому нужна помощь. И Федор Смолов вернулся туда, где он проводил свой лучший отрезок, скажем так, в карьере, где все ему знакомо. Причем этот высококлассный тоже футболист. Это первое. Ну, и по Юрке Газинскому могу сказать, что, наверное, все-таки плюс-минус те же причины, это глубина состава, которая должна быть. Может быть, может быть, как вариант. Мы же многого не знаем. Наверное, что-то и вполне возможно, допуская, что может отъехать Смирцян. ЦСКА, как говорят, завтра расстается с Чаловым. Во вторник Федор улетает в Грецию. Официальной информации на момент нашего разговора еще пока нет. Но вот если Чалов действительно уходит в ПАУК для ЦСКА, это потеря? Если у футболиста есть мечта, и он жил этой мечтой, а как мы понимаем, что при переходе в ПАУК Федя как бы дал добро на переход в ПАУК, соответственно, я думаю, что эту мечту нужно осуществлять. Потому что лучше сделать и не жалеть, чем не сделать и жалеть. Это первое. Поэтому я только за переход этого. Чтобы этот переход состоялся, это первое. И второй момент. Конечно, жаль терять ЦСКА, наверное, такого нападающего. Но я думаю, что и в клубе, наверное, все понимают прекрасно. Все-таки сдерживать игрока, наверное, будет во вред для себя. Поэтому я думаю, что это продуманное, обоюдное, скажем так, совместное, обоюдное решение, которое было принято. Вопрос про аутсайдеров, вопрос, который, ну, уже встал, наверное, хотя всего два тура прошло. Мы увидели факел, который, вопреки своим результатам прошлых лет, да, факел терпит поражение. И, может быть, кураж остался и качество осталось, но пропало, как будто, я не знаю, вот везение, атмосфера, какая-то химия. Так бывает. Вы лучше меня это знаете. Есть абсолютно загадочные химки, когда команда расстается с тренером, только что выведшим ее в премьер-лигу. Многое, мне кажется, потерялось, и потерялось, ну, какое-то единство, идея, которые были при Талалаеве. И Пари Энен – это клуб, который, ну, в прошлом сезоне пропустил множество мячей при Саше Ильиче, возглавившем команду в четырех турах. И вот сейчас то же самое. Два первых тура, семь пропущенных мячей. Вот аутсайдеры, на ваш взгляд, уже определились, те клубы, которые сразу будут вынуждены бороться за выживание. Ну, понятно, что мы обсуждаем так называемых аутсайдеров только по прошествии двух туров, но мы не можем не замечать какие-то вещи, которые, допустим, переходят с одного чемпионата в другой, да, как в случае с Нижним Новгородом, это первое. Вот, и здесь можно отметить такую тенденцию, что, да, показ двигов мы не видим. Вот, причем видим, наверное, скорее обратную ситуацию, какую-то, скажем так, пустоту, может быть, да, в глазах игроков и некое недопонимание все же того, что нужно делать. Вот, во всяком случае, так со стороны кажется. Ну, опять же, в любом случае, мы понимаем, что трансферное окно еще открыто. Вот, я думаю, что все это прекрасно понимают, и все эти команды работают над возможностью усиления состава. Я абсолютно убежден в этом, вот, поэтому время есть для того, чтобы исправить какие-то вещи, но по первым двум матчам, да, можно сказать, что будет тяжело, допустим, и Нижнему Новгороду, вот, и, соответственно, наверное, двум другим командам. Спасибо Мирославу Ромащенко, человек, который подарил, один из тех людей, который подарил нам вот это удивительное лето 2018 года, один из тренеров сборной России на домашнем чемпионате мира, был гостем программы «Футбол России». Мы не прощаемся. Увидимся через неделю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА